ну что ребят это очередной мой влог кто кушает тому приятного аппетита кто просто смотрит приятного просмотра а мы погнали сейчас время час ночи пятницы и мне позвонил мой друг эрик шоков я думаю очень много людей его знают он играет в кс это то в чем я не шарю но знаете что у нас на улице по-прежнему сухо точнее как сухо хотя бы появился асфальт он мокрый а это значит что есть зацеп и он мне написал чтобы мы поехали прокатились но самое это интересно что у эрика тоже м5 но у него стоит очень крутой выхлоп который вам сейчас вам покажу он стоит 700 700 тысяч рублей вы понимаете и это не акропович акропович это попса между суетой в общем все это и между делом так скажем то что происходит у меня каждый день я стараюсь это снимать я хочу тут рассказать какие вещи после эксплуатации двух недель олимпиады которые я выявил знаете что вот раньше когда у нее не было у меня была м4 м4 вы все знаете это такой класс ворота можно пожалуйста открыться в общем м4 это класс такой знаете где нету роскоши то есть это такая была боевая малышка на который я дубасил то есть из там приятного в ней была проекция и знаете что еще было чё проекция да и хаман карта все на этом реально все какие-то такие ну хорошо спасибо за заднюю камеру и как бы какие-то там опции функции тут еще выяснил меня спаркинга такое он потом уже покажу какой он противный какие-то короче функции опции на этом заканчивается я поэтому смотрел м5 у меня был прям принцип чтобы это была в хорошей комплектации 5 то есть но я там массаж музыка чтобы все светилось образно говоря м5 это тоже болит который в принципе изначально уже имеет все комфортные какие-то опции видит там камер ну 360 камера опять же сколько поскольку я ни разу вот за две недели не попользовался камера заднего вида при парковке да то что там видно сбоку сверху сзади это все для чайников это надо не уметь ездить но как бы мне это вообще не пригождается то есть мне бы хватило абсолютно комфортно просто задней камеры хаман кардон играет достойно его бы мне тоже хватило поскольку я не меломан я не слушаю тут какую-то гитару или еще что-либо поэтому мне бы за глаза хватило кордона проекция ну блин она наверное не такая уж сильно дорогая опция поэтому типа на нее тоже насрать управление жестами тоже не обосралась не пользуюсь от массажа от него тоже можно отказаться он здесь вообще никак не обосрался то села включил показал там друзьям все по всем девушки и такой смотрите тут есть массаж все таки у круто по факту им не пользуюсь управление жестами чтобы вы понимали но мне вообще в настройках выключена потому что ты можешь ехать вот так держать телефон навигатор тебя на кочках будет трясти и он будет отключать музыку переключает то есть он тупорылый максимально тупорылый поэтому вообще выключен чтобы его не было ну вот это я так полагаю вообще есть везде как только налипает снег это я начинает глючить и бывает такое что я запарковался мордой вперед мне нужно сдавать назад но у меня сука залеплена жопа и знаете что происходит происходит то что я включу заднюю и машина ты только-только прикасаешься к газу нах так в кол тормоз ты выходишь протираешь партроники а оказывается там видимо из какой-то еще датчики и недостаточно и короче ты как долго вот так тычешься тычешься назад и пытаешься выехать я понимаю что эти машины с салона покупают богатые люди и они хотят это все получать но я понимаю что отлично мне бы ставьте лайк кто согласен со мной и пишите в комментариях какие бы опции вы себе хотели а какие бы не хотели например в комплектации м5 вот если бы вы собирали свою бмв м5 чтобы вы хотели в ней видеть чтобы не хотели в ней видеть ну вот это чисто сейчас я вам покажу выхлоп за 700 тысяч рублей чтобы вы понимали пусть эрик ты довольны кстати выхлопом давай скажи честно честно сейчас я вам покажу типа у нас машины одинаковый одинаковый цвет все одинаковые только у него есть так не будут вот закрывая дверь слушайте выхлоп за 700 тысяч рублей сразу ставим спорт плюс он называется он пытается там по послушать мой стоковый выхлоп но вот слушайте короче слушайте ну звук ну это жестко я отвык я забыл как это звучит но это если честно прям понял в голову бьет это плохо я забыл как это ты понял ты газовал в комфорте так не будет звучать нет я поставил два нет у меня вот иди слушай у меня тоже чуть-чуть он до работа но совсем чуть-чуть поставь спор давай нажму и послушаешь ты поймешь разницу между хотят давай салона у нас разница знаешь у тебя скромно и у тебя знаешь у тебя больше такой широкий пас баз да потому что я хотел базу у нас разница с тобой 650 тысяч рублей выход брат я просто поменял банку эрик намеревается показать нам свой мастер-класс по дрифту на бмв м5 когда-то мы же не шилом его учили это делать что выйду в сторонку посмотрю как он это делать короче главное без фейла понял как это говорится без чтобы у тебя не было тильта тильда ну какой же у нее звук просто божественный первый блин к вам во-первых это пипец как страшно выглядит во вторых ты забыл переключать передачу ты шаришь на первой передаче просто прямо включая вторую передачу стоит только избей меня короче пускай отдохнет я тоже хочется терпал на тебя посмотри давай если честно чтоб ты понимал это будет мой первый раз на м5 серьезно за все это время подожди у тебя сторис забыли где-то сниму это по снегу это не считается вот типа по мокрому асфальту достаточно уже такому подсовшему я буду это делать первый раз я даже не понимаю что он не знаю илья это мой учитель смотрит чтоб ты понимал да надо делать так да блогер настоящий видно вот поехал ровный круг все вот вот еще этот самолет нужно мереваться ехать прямо хочет короче эрик просто дико разошелся на лютых просто че он говорит так ребята тут была какая-то полнейшая суета я думаю сейчас видели мы решили с эриком немножко прохватить щас она у него сшита и как она едет просто космос понял разница вот это разница в двадцать пять сил че ты рад да нормально да нормально что делать да все я думаю надо ехать домой время два часа в общем нас тут пригласили в одно очень интересное место в логово врага так скажем но если честно если горбой ебать тихо фантом новый едет ебаный стос это было такое внезапное включение оно реально было не запланированное в общем меня пригласили на удивление на презентацию 223 мерседеса если честно скажу заранее я не настроен никак негативно я не собираюсь его хейтить просто последний раз я смотрел новый мерседес в автосалоне когда у меня была цешка когда я приезжал на то я ходил смотрел так у меня тут что-то падает вот и поэтому мне прям интересно проверить этот факт что реально ли такие кривые строчки там все ли скрипит я не знаю конечно дадут ли мне посидеть и все вот так потыкать в двести двадцать третьем ну в общем посмотрим так ну чё мы прибыли в логово врага сейчас пойдем вам покажем двести двадцать третий у меня с собой мой эксперт который уже неплохо разбирается в машинах ну с салоном я даже не хочу спорить это очень круто и наверное на камеру это не выглядит все так как в живую так надо прозабраться что тут хоум добро пожаловать такое ощущение как будто я айфон распаковываю ух ты сейчас у меня аж дух перебивает потому что я пока не понимаю что это все как бы нет дизайну вообще вопросов нет бмв они унижают у нее очень круто открываются двери то есть так дергаешь тебе ее помогает открыть доводчик и здесь ну вот смотрите а здесь уже лучше чем в майбахе ну то есть я не вижу таких вот приколов как снимают в интернете но он очень крутой тебе нравится велит ну то есть это какой-то новый уровень даже вот эта мелочь которая подсвечивает вот они погасли сиденья вот тут уже сиденья космические не с класс тут ничего не скажешь это типа другой уровень машин вылезешь уже и перестанешь фотографироваться как модная бабенка обычная мне не нравится на consideration но если только этот экран он типа не пришел вот по центру консоли она крутая экран тебе не нравится нет он этот нравится вот это не нравится он такой какой-то гони ну типа вот ты видишь сама тут груза кнопкой старт стоп так где она где она где она где она где она где и вот это вот например вот это все зацарапается с ужасной силой Давайте насладимся внутренним интерьером Если честно, то я не знаю, что рассказывать про нее Потому что все же, когда вы в нее садитесь, вы понимаете, что это какой-то другой уровень автомобиля То есть здесь нечего вообще сказать, не до чего докопаться Потому что вообще абсолютно другая машина Здесь все выполнено качественно То есть да, возможно, когда-то здесь проявятся какие-то косяки Но вот я так сел и понимаю, что если бы это была эско-купе Это будет... Сейчас срочно включение ГЛС Майбах Пока нет ни одного менеджера, я подошел посмотреть Ну, кстати, походу дело похоже на правду Так я пока не понимаю, но круто Но вот тут это, конечно, флекс Вот это Больше мне интересно, вот что за машина Интересно, она закрыта или открыта Ага, давайте даже посмотрим через эту Вот видите, здесь вроде все четко Конечно, они все закрыты Так, это закрыто, это закрыто Смотрите Я это нашел Вот Нет, но вот здесь Спору нет Это пи***ц То есть вот это все Выглядит как на какой-то китайской вещи, знаете Ну да Нет Вот Вы наглядно видели, что я только что снял ГЛС Снял 223-й И вот такого там нет Это трэш Это новый ЦЛС Сейчас давайте сядем, посмотрим С присосками Что это за модель Это ЦЛС-305 дизель Давайте сядем в салон, посмотрим Я помню, что там показывали Как у них скрипят педали Но такого больше ничего нет Понятно, что весь этот пластик, он будет скрипеть Это все такое Ну то есть, кроме как кожи Я лично вот просто своим таким обычным взглядом К чему-то докопаться не могу Я сейчас пойду сразу, сяду сзади Еще я себя дико перебарываю Ходить снимать Здесь ходят, смотрят менеджеры Всякие люди Кто-то там потенциальный покупатель Эти богатые люди все смотрят И тут я хожу, такой школьник с камерой Так Смотрим Вот я тоже не понимаю Вот вышел ГЛС Майбек, да И вот вышел 223-й В 223-м дико крутые сидения А здесь, ну, как в Е200 Какие-то, просто кожаные Смотрим Здесь шов уже поровнее Но все равно Но я понимаю, что это Ну нет, здесь, короче, если прям уже объективно говорить Попаться не до чего Только вот здесь какая-то перетяжка Вот Сейчас я гляну еще с той стороны Вот, смотрите Вот как это понять Вот Другая машина Та же кожа Но все ровно И вот здесь Как это работает Виолетта все везде фоткается Здесь тоже все четко Это реально какой-то обзор швов Пойдем еще Дойдем до пару машин Ну я вот тут, в принципе, остановилась Вот на этом Так, сходу Меня ничего не интересует Кроме Быстрый чек-аут Тут все четко Глэс Вот так вот Подходим Смотрим на цену 10500 10500 Открываем машину За 10500 И видим Вот Кожа белая Но все значительно ровнее Подвлаголовник Немножко ублюдский И с той стороны Такое ощущение Как будто вот эта кожа белая Она какая-то мягче Или что Почему-то вот Видите, да Но она кривая О, все Вот сейчас будет последний чек-аут Я вижу Красный ГЛЕ купе Это, так сказать, будет проверка Вот там черная кожа Если в нем кожа говно Значит Мы делаем вертик Что Мерседес говно Точнее строчек Если там кожа ровная То мы Остаемся при мнении Что в интернете Верить нельзя То есть, да, есть Но не так часто Как об этом говорят Я реально делаю вывод Что это что-то с белой кожей Потому что Либо на черном не так видно Но реально куда ровнее Реально подголовник выглядит Лучше Ну что, ребятушки Подошла к концу Наша третья серия Мой третий влог Я хочу сказать спасибо Огромное всем тем Кто смотрит Ставит лайки Подписывается Меня это очень мотивирует Снимать вам дальше И дальше Как обещал Постоянно По 2-3 видоса в неделю Надеюсь, вы заценили Очень крутой выхлоп Эрика Шокова За 700 тысяч рублей И также вы заценили Что я развеял мифы По поводу Мерседеса Что не в каждой тачке Все так плохо Как нам показывают Что я нашел всего одну машину В которой очень плохая строчка И возможно Это какая-то проблема Исключительно с белой вот этой кожей Потому что машины На черной коже Вообще не имеют подобных проблем У них также не скрипят педали Не скрипит салон особо Но пластик Для примера Я вот буквально В финале покажу Так же самое Пацаны То есть Почему я это показываю Я не срую Не ту или иную марку Потому что у меня была И Ауди И Мерседес И БМВ Да, мне БМВ нравится Конкретно по технической части По нынешнему времени Надежности И просто меня она устраивает Мне нравится эта марка Но никак не сру Мерседес Если было бы у меня дохуй Денег Наверное бы я себе еще хотел Какую-нибудь СКу-63 купе В новом поколении Это был бы вообще жир Поэтому Всем еще раз большое спасибо Мы валим дальше Снимать вам крутой контент Ай Показал им Кто тут Папа Субтитры сделал DimaTorzok